Всем здарова, с вами Аморж. В прошлом видео в заставках играла песня от Саботона под названием The Last Stand, что переводится как последняя битва. Это я сделал, чтобы тонко намекнуть на то, что я уйду. Вообще у меня во многих заставках есть символизм. Из-за того, что ролик был как последний, поэтому он был такой смелый. Иначе бы я такое, наверное, не снял. Причина ухода не связана с ютубом. Недавно в жизни у меня произошла такая ситуация, что я не знал, всё ли со мной будет дальше в порядке. И я понял, что занимаюсь тем, чем хочу, а не тем, что нужно. А нужно полноценно жить самой обычной жизнью. Причин для этого много, и мне их не хочется рассказывать. Мне очень нелегко бросать это занятие. Во-первых, это моё любимое дело и уже часть меня. А во-вторых, я сам, чей-то зритель, и сам был бы от такого не в восторге. Но жизнь важнее. Бля, чё-то даже неожиданно на самом-то деле. Я думаю, у него вообще всё замечательно по каналу. Стоит прояснить один момент, который стоило прояснить ещё очень давно. Многие мои видео — это не разоблачение. Что стримеры, что зрители думают, что это исключительно разоблачение. Любой роль... Да бляха-муха, да всё не в этом дело, дружище. Разоблачением подразумевается любой видос, где ты что-то рассказываешь, показываешь, ну, что-то о ком-то. Это, ну, это уже просто такая приписка любому подобному контенту, где есть, узнаешь-то, раскрытие каких-то моментов, показывая, там, чувака с негативной точки зрения. Ну, как бы, это подразумевает подразоблачение. Понятное дело, что ты не рассказываешь, там, какие-то вещи, о которых никто не знал. А это всё было на поверхности. Но это и подразумевается разоблачением вот именно в том виде, который вот он существует в 2024 году. Ну, блядь, чё-чё-то и... Я вот заметил, что очень часто вот такие чуваки, которые снимают такие видосы, рассказывают, блядь, это не разоблачение, дорогие друзья. При этом там название какое-то... Сейчас я, ну, например, там, на примере маржа. Ну, это же как бы подразумевается именно так. Ну, как бы, да, то есть, разоблачение, если возвращаться вот именно к факту-факту, это другое, понятное дело. Это где ты рассказываешь какие-то инсайды жёсткие, а тут анализируешь, что есть, как бы, ну, вокруг. Но это всё равно одно и то же, сейчас воспринимается, по крайней мере. Да, мой подход вдохновлён батлами. Оттуда я перенял сочетание стёбов и юмора со вполне серьёзными вещами. И даже некоторые приёмы. На это всё дело даже были отсылки. Я этого не рассказывал, но я и сам батлил. А ещё эта тварь на заявке не закрыла балкон. Твой предок... Разъебал. В свободном доступе этого видео нет, и слава богу. Но с таким подходом я бы мог жить очень долго. Плюс у меня ещё есть ролики другого плана и вообще куча идей. В общем, заскучать бы я не дал. Я ухожу, можно сказать, на пике, и это хорошо. Мой прошлый ролик больше суток был в трендах, и примерно столько же там была реакция на него отстинта. Это прикольно. И сейчас хочу ещё сделать подарок. Откупиться, блядь. В описании я оставлю сборку и карты, на которых я снимал. Но там не будет мода Бетерлайтс, потому что он платный. Но там будут все мои скины и сохранённые сценки из предыдущего ролика. Вы сможете заглянуть за кулисы, если разберётесь, что к чему. Бля, это прикольно. Так тяжело это говорить. А на этом всё. Спасибо, что меня смотрели и всячески поддерживали. С вами был я, Морж. Всем удачи, всем пока. Ну, вообще, не очень круто, когда ютуберы уходят на пенсию или там некоторое время берут паузу. В данном случае, я так понимаю, он вообще уходит навсегда. Может, он в рэп уйдёт, может, ещё что-то. Может, у него там случилось что-то такое, о чём он рассказывать не хочет. Вообще, честно скажу, странновато. Потому что канал у него был довольно успешный. То есть, я так понимаю, он там, в принципе, рекламу вставлял, зарабатывал с него. Так что, честно говоря, я не удивлюсь, если он вернётся в какой-то момент. Потому что я хз, блядь, зачем терять вот такой именно ресурс. Да, понял, что у него проблемы. Я очень надеюсь, что проблемы у него не со здоровьем. Если проблемы со здоровьем, то я бы помог ему на самом-то деле. Какую-нибудь там денежку бы скинул с удовольствием. Потому что, ну, выглядит так, честно говоря, что проблемы реально со здоровьем. Может, кстати, чувак уходит в армию. Ну, как будто там уже осенний призыв. Ну, хуй знает тоже, как будто рановато. Тоже вопрос. Может, учёба. Ну, учёба спокойно может совмещаться с таким контентом. Короче, хз, это пиздец в этом плане. Мне кажется, ему угрожают. Так если угрожают, пусть, ну, расскажет об этом. Прикол в том, что, ну, на самом-то деле, если он расскажет, что ему угрожают, за него все вступятся. Но, ладно. Меньше контента для меня на стрим. Пиздец, грустно. Буду улыбаться без причин. Буду отжигать, пока хватит сил. Петь о том, что он был младым. Ты не поймёшь, почему. Почему ты не поймёшь.